Девушки отдыхают Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС города Десногорск привлекались для проведения работ Литературно-музыкальная композиция театра «Авангард» третьей школы Будь то человек, заседающий в Государственной Думе, или будь то человек, который кладет асфальт, он должен относиться ответственно к своему делу 4 февраля члены административной комиссии рассмотрели новые протоколы о правонарушениях Становятся ли десногорцы законопослушнее, смотрите далее Очередное заседание комиссии не стало сенсационным Как и всегда, административные дела представлены типичными для Десногорска нарушениями Из 16 приглашенных явились 4 человека, один свидетель, имеется 4 ходатайства, рассмотрели дело в отсутствии Условия жизни в городе, а именно плотная парковка автомобилей во дворах для многих становятся оправданием Желание оставить машину поближе к подъезду приводит к стоянке в неположенных местах, на тротуарах и газонах По такому нарушению было 7 протоколов, минимальный штраф по каждому 3000 рублей Традиционное для некоторых неуважение к соседям тоже бьет по карману За нарушение тишины в ночное время штраф полагается от 2000 рублей В этот раз было рассмотрено 7 таких случаев Кроме этого, два случая торговли в неотведенных для этого местах стоили каждому из продавцов 4000 рублей в виде штрафа На заседание комиссии предприниматели решили не приходить О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорск Привлекались для проведения работ Показанию помощи скорой 6 раз, по вскрытию дверей 1 раз За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 640 сообщений, из них 268 ложных Поступило и отработано 6 просьб от населения 31 января театр «Авангард» третьей школы представил свою авторскую работу Литературно-музыкальная композиция посвящена выдающейся личности, иммигрантке, поэтессе Серебряного века Елизавете Юрьевне Скобцовой Известной как монахиня Мария Ее жизнь стала примером настоящего патриотизма, самоотверженного служения людям и законам добра Мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею Великой Победы Его посыл будет актуален в любое время Это самоотверженное служение людям, добру и своей родине Воплощением этих добродетелей стала монахиня Мария, известная миру как Елизавета Юрьевна Скобцова Мать Мария, за этими именами стоит одна жизнь, одна личность, русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель Святая наших дней и для наших дней, любовь воплощенная и распятая Эта литературно-музыкальная композиция о судьбе монахини Марии стала еще одной авторской работой театра «Авангард» Его руководитель Виктория Винокурова, учитель русского языка и литературы третьей школы, вместе с коллективом театра прививает зрителю всегда востребованные духовно-нравственные качества А благодаря своей постановке выступление становится еще и эстетическим удовольствием Очень скоро все вы получите свои профессии, обучитесь, станете взрослыми И пример, каким человек должен быть на своем месте, показывает нам сегодня матча Мария Воспитание новых поколений десногорцев становится посильной задачей, в том числе благодаря друзьям-трицам За участие в судьбе молодежи благодарственными письмами награждены неравнодушные жители города Это представители общественных и культурных организаций, деятельность которых связана с просвещением и вдохновением молодых десногорцев Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 7 февраля в Десногорске переменная облачность, небольшой снег Температура днем минус 6, ночью до 8 мороза На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч!